Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Помутнение фар головного света неизбежно, на стеклах оставляют свой отпечаток и погодные условия, и механические повреждения, и последствия эксплуатации. В результате фары становятся менее прозрачными, а световой поток – менее ярким и четким. Не спешите менять фары, решением этой проблемы вполне может стать полировка их стекол. Мутнеть может как стеклянная, так и пластиковая фара. Поликарбонат позволяет дизайнерам придумывать сложные формы оптики, но служит меньше по сравнению со стеклом. Фары мутнеют из-за воздействия мелких камней, попадания песка и пыли, а также химических реагентов. Избавиться от этого можно полировкой, причем процедура выполняется в два этапа. Первой операцией является шлифовка фар, а затем уже осуществляется полировка. Шлифовка при этом является так называемой первичной обработкой поверхности, а полировка – финальной. Для шлифовки и полировки используются разные материалы. Шлифовка и полировка оптики из пластика и стекла как по технологии, так и по материалам не отличаются. Не забудьте взять малярный скотч, чтобы защитить краску прилегающих элементов. Также нужна наждачная бумага с разной зернистостью, 400-800 и 2000-2500, шлифовальная машинка, шлифовочные круги и шлифовальная паста. Сначала выполняется ручная шлифовка, а финальная обработка предполагает использование шлифовальной машинки и полировочной пасты. Шлифовку выполняют сначала наждачной бумагой с крупным зерном – 400-800, далее – с меньшим, затем с еще более мелким. Следующим этапом становится финальная полировка, для этого нужно иметь несколько видов полировочных паст. Не следует прикладывать больших усилий к поверхности, обработку стоит производить без нажима, а скорость должна быть в районе 1600-1800 оборотов в минуту. Наконец, для полировки рекомендуется использовать профессиональную пасту. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.